Утренний эфир на Рико ТВ продолжается. Артек Жмаговна, доброе утро. Доброе утро. Приветствуем вас в городе Ак-Тубе. Вы у нас в гостях. И с чем приехали, расскажите. Значит, мы приехали провести семинар «Финансовая грамотность потребителей беззалоговым потребительским кредитованием». Но почему эта идея возникла? К нам часто обращаются потребители именно по этому вопросу. Поэтому мы уже провели два семинара. Один семинар провели в городе Алматы и в городе Кустаная. И вы знаете, сколько было вопросов. Семинар рассчитан всего на час, и потом идут дополнительные вопросы. Даже этого времени как бы не хватало. Поэтому вот мы пришли совместно с «Хоум Кредитом», это социальный проект, организовали этот семинар и поняли, что этот семинар действительно востребованный на сегодняшний день. И надеюсь, вот сегодня этот семинар будет в городе Ак-Тубе, в гостинице Ак-Тубе, конференц-зал в 11 часов. Всех желающих, пожалуйста, мы приглашаем, потому что семинар действительно бесплатный. И я думаю, что он очень полезный для потребителей. А вот насколько это вовремя? Не поздно ли? Ведь все уже, как говорится, многие люди, и не все, в кредитах. Дима намекает на то, что конец года сейчас, люди берут кредит, бытовую технику. А вы знаете, никогда ничего не поздно. Потому что и сейчас люди, кстати, к Новому году начнут покупать. И технику будут покупать, и какие-то делать подарки. Возможно, они захотят поехать куда-то отдыхать. Понимаете? И они будут брать кредит. И когда они приходят, наши потребители как? Пришли быстрее, быстрее, как то, что информацию дали работники банка. Они берут и считают, что быстрее бы мне получить эти деньги, купить тот товар, который мне понравился, или съездить, а потом не просчитывать свои риски. А действительно ведь эти риски существуют. Потому что работники банка могут вам сказать одно, а в действительности, когда ты получаешь этот договор, без каких-либо приложений, ты начинаешь, ты считаешь, вот тебе сказали информацию, что ты должен, например, получил 300 тысяч, и ты должен вернуть всего 400 с общими, со всеми вознаграждением, там, или еще что-то. А в итоге хоть 550, да? А получается в итоге 550, и он начинает задумываться. Нет, я же, как называется, они же мне дали. И начинает с ними разбираться. Извините, это когда ты подписал договор, это две стороны. Взяли, подписали договор, согласились. Он, получается, согласился. Как ты докажешь, что устно тебе дал информацию работник банка неправильно? Поэтому мы в этом семинаре будем говорить. Прежде чем подписать договор, банки – это неблаготворительные организации. Вы приходите в магазин, да, если это 0%, это рекламные трюки, да, 0% – это на каком-то этапе. Потом существуют еще компании, те же страховые, нотариусы, это дополнительные услуги. Существует в любом случае вознаграждение банка. Это вознаграждение может быть и фиксированное, и плавающая ставка вознаграждения. И потребители тоже должны знать, что фиксированная ставка вознаграждения во время действия договора, она не меняется. А плавающая ставка вознаграждения, она может меняться в соответствии со ставкой рефинансированного национального банка. И плюс, когда ты заключаешь договор, должна быть неотъемлемая часть договора, все приложения, где все это прописывается, какой же процент, как называется, с какой же ты суммы берешь. И все это, и тем более, вот эти вот приложения, они должны быть понятны не для работников банка, которые, там же какие-то у них цифры непонятные, да, и тебе вроде бы объясняют, а ты ничего, ты должен сказать, вы знаете, для меня ваше приложение непонятное, вы для меня составьте приложение, которое для меня, да, понятно, сколько я должна вообще ежемесячно платить, в какое время я должна это платить. И должны потребители помнить, что у них есть не только права, ты получил деньги, но еще есть и обязанности, те, которые, когда ты получил этот кредит, ты в эти сроки должен их вернуть, и ту сумму, на которую ты подписал этот договор. И действительно, банк имеет право, если же ты, подписав договор, не вовремя платишь, или захотел вообще взять кредит и вообще не оплачивать, и он может на тебя подать в суд, об этом тоже должны быть и суд, и если же, значит, поддержит сторону банка, это тоже правомерно. И все это должны потребители помнить. Не всегда, если ты пришел, получил кредит и заключил договор, не всегда тебе и закон может защитить. Почему мы решили это делать, этот семинар? Потому что к нам, когда обратились еще, вот как вы сказали, раньше же был ипотечный кредит, когда брали большие суммы, и потом, когда мы начали заниматься этими вопросами, мы не смогли защитить права потребителей, потому что был заключен договор. И суд нам говорит, даже суд говорит, вы знаете, вот вы пришли, потребитель сам согласился, он сам взял этот кредит и со всеми условиями банка согласился. Но тем не менее, конечно, была работа проведена очень огромная. И то, что потребители жаловались. Договора раньше были на 30-40 страницах, и были написаны таким мелким шрифтом. Потребители его даже прочитать не могли. На сегодняшний день существует правило. Потребители тоже должны знать. Пришел банк, если ему дают договор, который он не может прочитать, он может потребовать, потому что шрифт должен быть не менее чем 12. Кегель. 12-й кегель должен быть. Ну, 12, да, шрифтом. И там должно быть все прописано. И какие-то мелкие вот эти вот прописанные, тоже потребитель может сказать, извините, что вы мне неправильно вообще составляете договор. То есть есть хитрости, есть хитрости, да. В любом случае народ на это, я не побычу слову, ведется. Да, они же как бы... Егор, вот как они пришли, смотрят, например, в любой, приходишь в магазин на сегодняшний день, и банков очень много. И потребитель тоже должен вот... Не просто пришел, взял кредит. Приди домой, просчитай все свои риски. Подумай, вот у меня зарплата такая, семейный бюджет такой-то. Вот я возвращать буду, получил такую-то сумму, возвращать буду. Стоит ли мне, например, купить огромный большой телевизор или же потратить деньги на свадьбу, а потом рассчитываться лет 20? Есть такая необходимость? Да, артык же могу. Если такой необходимости нет. У нас есть, да. Дозвонившийся телезритель, давайте послушаем вопрос и постараемся помочь. Доброе утро. Алло, доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ажара, у меня такой вопрос. Это, конечно, хорошо, вам большая благодарность от наших жителей города, а к тебе, то, что вы приехали и просвещаете нас, потребители, так как многие неграмотно. А вот такой вопрос. В дальнейшем нет ли у вас таких планов, чтобы в каждом банке сидел представитель от вашего, как говорится, комитета по защите потребителей, чтобы они дословно, ну, в общем, помогали потребителям. Потому что один раз в год семинар, да, это хорошо, но вот так вот ежедневно, потому что многие приезжают с Аулов, ну, такого вот, в общем. То есть, видите, вопрос нашей телезрительницы в том, что многие люди сейчас приезжают в город. Кто-то привозит детей обучаться, кто-то просто перебирается, и они не информированы. А у нас практически, вы видели, в городе конструкции, большая часть рекламных конструкций завешаны кредиты, кредиты без залога. Я не знаю, как в Алматы, но у нас большая часть рекламы выделяется наружной. Артык Замагулу, ну что ж, озвучила, в принципе, мысль, о которой до эфира мы с вами говорили. Можно ли открыть филиал в нашем городе от вашего общества? Вы знаете, вообще у нас в планах это было, но, к сожалению, это очень сложно. Нет, будем говорить, и материальных, и финансовых возможностей. Просто так, например, сидеть здесь в каком-либо магазине, или даже в каждом магазине, физически это невозможно. А потребители, которые до получения кредита, если он к нам обратится, или обратится даже вот здесь, вот здесь есть общий защитный прав потребителей, проконсультируется, прежде чем получить кредит, это всегда возможно. И на наш сайт, например, сказать, вот вы знаете, вот мы хотим получить кредит. И задать свой вопрос, мы всегда, конечно, не будем отвечать со всеми там статьями, потому что это невозможно. В своих рамках мы обязательно как бы ответим. И если этот человек с другого города, он может даже к нам тоже позвонить, и тогда мы уже даем более расширенно, потому что человек не может прийти к нам в офис и получить эту консультацию. К нам часто звонят люди не из нашего города, мы даем эту консультацию. Артеджи Магул, но может быть адрес сайта вашего, и номер телефона вы можете? Потребитель, значит, может обратиться на наш сайт, это www.adal.kyz и телефоны 277-8027 и 375-8745. И мы всегда готовы помочь потребителям. Давайте еще раз повторим координаты. Значит, www.adal.kyz Там есть рубрика «Консультации и вопросы», плюс, значит, телефоны, значит, естественно, там есть код города 277-8027 и 375-8745. По этим телефонам в любое время или на наш сайт зайдя, а или есть электронная почта. Ваша электронная почта? Да, наша электронная почта, да. Отдал нижнее подчеркивание company собачка mail.ru. Mail.ru. И тоже к нам, тоже со всех городов Казахстана пишут, и мы, как бы, тоже отвечаем, и потребители, даже у нас был случай, когда потребитель города Тимиртау купил сумку, которая оказалась ненадлежащего качества, мы посоветовали, отправили письмо от той организации, просто письмо, и потребитель к нам прислал письмо и написал «Спасибо вам огромное, я когда пришла домой, сумка лежит у меня, как бы, в офисе». В нормальном состоянии, да? Вот товарный кредит. Когда покупают технику, мебель берут в кредит, здесь есть какие-то подводные камни? Конечно, когда вы берете кредит, то, значит, во-первых, нужно прочитать полностью этот договор. Все, как я говорила, все приложения. И ту технику, которую, опять же, покупаешь, у нас реклам много, да? Один и тот же товар может стоить в разных магазинах по-разному. Сначала, как делают магазин? Стать огромную, большую цену, да? И потом начинают, как говорят, а вы знаете, у нас скидка. Поэтому даже бывает разница на одного и того же, одной и той же бытовой технике, разница даже в 20 тысяч тенге, по крайней мере, у нас в городе. Поэтому нужно обязательно посмотреть, зачем торопиться? Посмотри в одном магазине, во втором магазине, какая же была цена. И потом нужно обязательно проверить качество этого товара. Продавец, потребитель имеет право потребовать у продавца, чтобы он продемонстрировал работу этой техники, любого товара. И после этого именно тот товар, который вам продемонстрировали, чтобы при вас сложили. А то иногда бывает так, что ты купил товар, все вроде бы тебе проверили. Говорит, мы сейчас вам принесем со склада. В конечном итоге бывает такое, что тебе принесли товар, который уже поцарапанный, там или еще что-то, это уже является механическим повреждением. Потребитель тогда вообще ничего не докажет. И даже тебе, если эту коробку сказать, вы, пожалуйста, скройте, покажите, по крайней мере, чтобы вы видели, что каких-то видимых механических повреждений нет. Или же как? Оформил кредит, будем говорить, в холодильник, он сразу забрать не может, да? Ему говорят, мы этот холодильник вам привезем. И всегда почему-то недобросовестные, будем говорить, продавцы привозят этот холодильник вечером, когда темно. И быстро-быстро всегда не торопятся. Говорят, вы знаете, вы же смотрели этот холодильник? Да, смотрел. Вы, пожалуйста, быстро подпишите. Потребитель берет, быстро-быстро подписал. И холодильник этот стоит, а на утром он разбирает и собирает включать. А холодильник-то, извините меня, с царапинами, с какими-нибудь вмятинами. А он, когда начинает звонить, он говорит, хорошо-хорошо, мы придем по телефону. А в конечном итоге, получается, доказать потребитель не сможет, что это повреждение сделал магазин, привез ему изначально такой холодильник, а не сделал это потребитель. А, Таня Жамагуловна, у меня вот в этом плане вопрос как к продолжению. Все-таки какие есть пункты в нашем законе, чтобы, ну, обезопасить себя, как может потребитель? И, ну, в случае, если все-таки случилась такая вот история, ну, получилось вот так вот, то ли из-за своей невнимательности, может быть, что делать и так быть, и расторопности, да, как быть. Если механическое повреждение, которое потребитель не увидел, это уже ничего, ни один закон ему не поможет. Почему? Мы и говорим потребителям, что когда ты покупаешь товар в магазине, пусть это будет бытовая техника, да, а на бытовой технике существуют гарантийные сроки. Проверить нужно полностью все. А если же все-таки ваш холодильник, любая бытовая техника сломалась, и оно имеет не механическое повреждение, а действительно холодильник пришел в негодность, стиральная машина, любая, то потребитель, закон вот здесь уже на стороне потребителя, потребитель вправе по своему усмотрению, об этом потребитель тоже должен помнить, потребовать с продавца соразмерное уменьшение покупной цены, потребовать возврата уплаченной суммы, потребовать, чтобы ему отремонтировали, либо, чтобы ему вернули деньги. Но если же он пришел в сервисный центр и сдал этот холодильник на ремонт, согласился с этим, а потом в какой-то момент говорит, нет, я на ремонт не соглашаюсь, вы мне вернете деньги. Нет, он может воспользоваться вот этим четырех из этих пунктов одним из них. Сразу он должен сказать, ну зачем, либо ремонт, либо от деньги. А ему говорят, а вы знаете, если вы не захотите ремонт, мы вам деньги не отдадим. Нет. Вот он должен прийти, ну представляете, холодильник отработал месяц, и ему говорят, отремонтирую. И он может сказать, извините, мне ремонт не нужен, вы мне сделаете просто диагностику, и потом уже с этой диагностики он приходит в магазин и говорит, все, забирайте свой холодильник, отдайте мне мои деньги. Это права потребителя. Если же откажут потребителю, то потребитель самостоятельно может пойти в суд и потребовать. Либо же может прийти в общественную организацию по защите прав потребителей. Почему я рекомендую? Рекомендую, потому что, во-первых, общественная организация, госпошлина не облагаются, а потребитель, если будет сам подавать исковое заявление в суд, то, конечно, он же не совсем в этом вопросе разбирается. Его могут где-то, и когда он в суд придет, он может какие-то ошибки совершить. И в конечном итоге, если уже суд вам отказал во всех инстанциях, то уже ты ничего не можешь сделать. А общественная организация, они, там работают юристы квалифицированные, естественно, они помогут потребителю. Если правда на стороне потребителя, то шансы это где-то 99%. Это было раньше, когда у тебя, если даже есть шансы, суд мог тебе отказать. Сейчас совершенно система-то поменялась, потому что, если даже, бывает, на всех этапах ты в городе проиграл, даже в области, то, дойдя до Верховного суда, это дело может вернуться. Пусть это даже дело будет стоить 30 тенге, или 40, или 50 тенге. Разницы для потребительских организаций нет. Они в любом случае, потребитель, если к тебе обратился, он, по крайней мере, по нашему опыту, мы идем вплоть до Верховного суда. И плюс к этому, мы еще пишем письма во все организации, потому что есть товары, которые продают, та же бытовая техника, она подлежит обязательной сертификации. И потребитель имеет право потребовать, сказать, вы мне покажите, пожалуйста, сертификат, соответствую, что этот товар, который вы мне продавали, продали, он безопасный. Если сертификата нету, значит, этот товар продается без сертификата, значит, тот же предприниматель нарушает права потребителя. И он тогда тоже может сказать, извините, сертификата у вас нет, мне не нужен ваш товар, и он тоже может его вернуть. Спасибо большое, Артыка Жумагуловна, за такую беседу. Я думаю, что наши телезрители сделали массу выводов и сегодня посетят семинар, который состоится в гостинице «Октубэ», в конференц-зале. Не пропустите, более подробную информацию вы получите там, но и мы благодарим нашу гостю. Приезжайте чаще, потому что народ все-таки должен быть информирован. Дорогие друзья, мы увидимся в этой студии через несколько минут рекламы. Оставайтесь с нами на Рико ТВ. Продолжение следует...